всем привет хотелось бы сегодня поделиться с вами одним наблюдением относительно покупки блочного лука ну попросили собрать блочный лук для охоты причем условием было то что он должен стоить как можно меньше вот по минимуму и казалось бы что то такого но собрал и собрал блочный лук но вот одно из условий было не не столько собрать его по минимуму дешево сколько использовать в качестве лука вот в качестве основы обязательно бренд то есть это не должны быть какие-то китайские подделки на рынке много таких подделок происхождение которых ну принципе трудно себе представить нет я не говорю об оригинальных моделях того же манкунга или пайланга где производятся собственные модели под собственным бренд-неймом я говорю о копиях о копиях блочных луков американского производителя вот вы вроде смотрите мэтьюс а на самом деле не мэтьюс как мне сейчас сказали вдвойне интересно что вот эти копии сейчас достигают цен по своей стоимости такие же как ну скажем начальные уровни блочных луков серьезных производителей тех же американских посмотрел я на это все так слегка улыбнул и конечно что у людей вообще как бы хватает смелости покупать такие подделки но в конце концов реклама есть люди из них стреляют не ну я не скажу что это плохо но это скажем так уж точно не мой выбор собрал я лук пострелял из него я использовал совсем недорогой обвес лук этот называется псе и и в принципе я в процессе стрельбы вот именно для такой покупки выбрал для себя ну наверное не менее пяти таких пунктов по которым стоит покупать именно оригинал вот именно эти пункты я бы хотел сейчас принципе донести до вас будете вы покупать оригинал не будете покупать оригинал отдадите свой голос за подделку это уже как бы ваше решение в конце концов я никому ничего не навязываю и каждый покупатель голосует за товар своими деньгами ну а мы начнем и так первое мой выбор пал как я уже сказал на блочный лук псе стингер к стрим сделаем выстрел есть в бренде преемственность модели но вот вы наверно когда-нибудь садились в какой машину пусть будет бмв там трешка копейка пятерка там неважно вы пересаживайтесь с одной в другую в принципе вы чувствуете что это как бы по духу одно и то же но просто по назначению разное в одной есть что-то хорошую плюс какой-то в другой какой-то минус там но в общем целом вы как бы ощущаете себя вот в этом тренде вот так же и в луках вот вы начните стрелять с псе там топовой модели бюджетной средней модели вы как бы получите примерно то же самое только характеристики будут немного отличаться поэтому такая важная вещь как преемственность модели все ее как бы качество растяжение выстрела они поверьте они будут как на топу и так и на доступной модели вот это качество она присущая только брендом потому как вот в тайских подделках ну я много из них стрелял по большому счету одно отличается от другого очень сильно и никогда не следует сравнивать выстрелы из брендового американского блочного лука с тайским потому что это будет ну совершенно разное перейдем к пункту номер 2 вы когда приобретаете блочный лук сделанный в америке вы точно знаете что от него ждать все его технически характеристики будут соответствовать заявлены заводу производителя и это касается не только скорости это касается также сброса это касается также длин растяжки их точности качество изготовления материалов тетивые тросов и т.д. и т.п. ну что приступим к третьей части не стоит забывать и про гарантию производителя потому что покупая тайский лук неизвестной модификации что вы получите в процессе эксплуатации никто не понимает соответственно производитель гарантии не несет та гарантия которую дает вам местный продавец этих луков она зачастую такая то если чё там разберемся хорошо летит так вот касательно гарантии ведь жизнь лука она обуславливается не только какими-то проблемами которые возникают в процессе его эксплуатации вид лук состоит из множества запчастей и только серьезный бренд осуществляет поддержку своих дистрибьюторов за пределами того завода где это все изготавливается если вы выбираете бренд соответственно вы покупаете для себя не только ту гарантию вы приобретаете также последующее обслуживание потому что гораздо проще прийти в компанию которая продает псе и сказать у меня допустим случился холостой выстрел и мне нужен блок вы такой блок получите вы получите также оси вы получите также втулки вы получите принципе все все запчасти которые из которых состоит этот лук они поставляются фирмы дистрибьютором этих луков на территории российской федерации в то время как если вы покупаете ноунейм подделку китайскую ну если что случается поверьте с запчастями будут проблемы будут и по большому счету если бы как я уже сказал эти луки стоили существенно дешевле туда но в данный момент когда уже на тайские луки задирают ценники я уже видел там даже до 35 тысяч рублей за пустой лук ну по моему это полный беспредел четвертый пункт который я для себя отметил это очень немаловажный фактор на который не каждый обращает внимание но поверьте это серьезная вещь и относиться к ней надо очень серьезно это вторая жизнь этого лука на рынке бушных товаров понравится вам этот лук или не понравится захотите вы его поменять на более дорогой или вы захотите впоследствии просто его продать и вам это не пойдет дело в том что у лука брендового конечно есть будущее ну вот сравним опять же с машинами вы наверное слышали что есть японских машин был у рынок есть бушный рынок немецких машин даже американских машин но вы когда не слышали про бушный рынок китайских машин вообще кто их покупает честно говоря я даже и не знаю если такой и вот я вам точно могу сказать относительно луков что вот такой лук бушный от фирмы ps и мэтистом бир арч или болтек да все равно там пусть это будет любая американская компания у нее есть вторая жизнь вы всегда его продадите с минимальной потери денег тогда как тайскую подделку ну вы наверное даже да я еще не понимаю кто и будет покупать скорее всего вы вопрос забросите и потеряете деньги ну и последний вариант 5 на мой взгляд я его поставил как бы последним пунктом для себя но для некоторых людей скорее всего этот пункт будет первым сейчас сделаю выстрел и поговорим о нем поподробнее это морально эстетическое удовлетворение от владения брендовой вещью когда у вас в руках вещь брендовая хорошо сделанная все наклеечки идеальные вы видите качество материалов вы видите качество изготовления это действительно морально удовлетворяет потому что вы обладаете некой такой вещью вот именно фирменной это знаете как раньше у вас штаны фирменные а магнитофон фирменный да это совершенно другое и вот это моральное удовлетворение от владения луком известного бренда но на мой взгляд стоит очень дорогого так что лишний раз подумайте об этих пяти пунктах которые я для себя выделил и поделился с вами а я немножко расскажу вам пока о самом луке блочный лук pse stinger extreme очень красивый на мой взгляд лук сделан просто суперски окрашен графитовой краской кстати у этой модели есть множество цветов можно выбрать для себя любимого самый подходящий лук построен по схеме соло кам то есть один блок он же является разгонным он же является блоком который настраивает все здесь есть как бонус вот такой выступ где есть два значения значение это для того чтобы сбрасывать и растяжку и усилия лука до 22 фунтов и длины растяжки до 21 дюйма что это дает это дает прежде всего возможность эксплуатации этого лука не только взрослому человеку но и детям потому что не каждый ребенок может натянуть такой блочный лук очень интересное решение упс е давно уже наблюдаю несимметричная канавка на верхнем колесе что позволяет не использовать обмотку на тетиве как видите обмотки нету это позволяет сбросить лишний вес и ускорить стрелу лук уже укомплектован резиновыми демпферами действительно когда из него стреляешь нету никакой вибрации потому что они очень эффективно работают они установлены сверху пара и снизу облегчен лук путем применения abs пластика в карманах это оружейный полимер очень прочный никаких вопросов к нему нету ничего плохого вообще не могу сказать кроме как снижение веса и наверное такой полимер еще снижает дополнительно вибрацию плечи крея крепится к раме через главный лимболт здесь стоит вставка вставка стальная поэтому вы можете этот лук сбрасывать и контролировать вообще положение болта скорее всего его даже можно разобрать без пресса я не пробовал но наметки на это есть и уж конечно вы забудете навсегда о том что можете сорвать резьбу в райзере и попасться на очень серьезный ремонт что я поставил на лук это прицел тругло с подсветкой 5 пиновый один из самых доступных на рынке пины до 50 метров 10 20 30 40 50 ну или большие дистанции какие вы для себя определите очень простое использование прицела это вверх-вниз право-влево есть градация ничего сложного полочка man kung стоит недорого она падающая зарекомендовала себя самой лучшей стороны выполненная также из оружейного полимера сверх надежная и практически ничего не весят стабилизатор выполнен из резины тоже эффектно гасит всю вибрацию принципе ничего лишнего что помогло бы выйти на какую-то большую сумму лук получился бюджетным никаких вопросов не возникает что касается пипсайта был выбран вот такой пипсайт это пипсайт ps ярче ли у него три прорези благодаря которому он не нуждается ни в какой настройке как бы вы не растянулись вы всегда будете смотреть через его отверстие блочный лук получился действительно очень недорогим на мой взгляд модель удачная здесь практически нету никаких минусов которые я бы мог указать модель проверенная очень красивая вот на мой взгляд из-за улочных луков это действительно ну такой райзер симпатичный действительно красивый из особенностей могу сказать что сброс у этого лука 75 процентов это не 80 его не так легко держать как некоторые луки но и не 65 спортивных когда вы совсем напрягаетесь 75 процентов на мой взгляд это как раз та золотая середина которая позволяет вам не сваливаться в провал он вас не складывает он позволяет вам и комфортно удерживать его и обрабатывать выстрел вообще 75 процентов на мой взгляд это вообще супер по своим характеристикам именно тактильным могу сказать что натягивается он ровно на стопор приходит уверенно то есть его не продавить нельзя не как-то во время растяжения ошибиться нельзя потому что все прогнозируемо цены все я вам укажу в табличке которая выезжает у нас сейчас видео цены на продукцию где купить поставлю в описании принципе я все рассказал все свои мысли до вас довел выберете ли вы эту модель или выберите другую не та задача этого видео задача этого видео было о другом о том что подумайте много много раз перед тем как отдать свои деньги за брендовую вещь или за тайскую подделку всего доброго до новых встреч